Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Преступность среди несовершеннолетних по-прежнему остается тревожной темой. Следственным комитетом России был зафиксирован рост тяжкой подростковой преступности в 2023 году на треть. При этом доля групповых преступлений составила 40% от общего числа. Что заставляет подростков сбиваться в стаи и нарушать закон? Какие противоправные действия характерны для несовершеннолетних? Как уберечь их от опасного пути? И какие меры профилактики наиболее эффективны? В этих вопросах будем разбираться сегодня и поможет нам в этом начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по промышленному району городского управления МВД России Марина Уланова. Марина Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Марина Михайловна, расскажите, какова ситуация в Самаре в части преступности среди несовершеннолетних? Если есть какая-то статистика, расскажите, сколько преступлений было совершено несовершеннолетними в 2023 году за истекший период 2024 года? Интересно, какая динамика? По итогам 9 месяцев текущего года на территории города Самара наблюдается снижение подростковой преступности на 37%. Если в цифрах, то в 2023 году было совершено 215 преступлений несовершеннолетними, то в этом году только 134, что может непосредственно свидетельствовать о том, что органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится эффективная работа по профилактике совершения противоправных деяний. Это приятная информация. Какие виды противоправных действий вообще характерны для подростков? Ну, для несовершеннолетних больше характерны преступления, конечно, имущественного характера. Это совершение краж, мошенничеств, грабежей, разбоев. Но также нельзя и не отметить, что имеются виды таких преступлений, как в сфере незаконного оборота наркотиков. То есть это как и сбыт, то есть всеми ненавистны эти закладки. К сожалению, все равно это имеет место быть. Видимо, в стремлении заработать так называемые легкие деньги. Совершенно верно. И несовершеннолетние в силу своего малого жизненного опыта считают, что они не попадутся, что в силу своего несовершеннолетнего возраста им ничего не будет. Но, к сожалению... Если говорить о другого вида противоправных действий, чаще они совершают с подростками в одиночку или в группе? Ну, для несовершеннолетних, для подростков, в принципе, характерно быть в группе, в компании, среди таких же, как и они, подростков. Соответственно, преступления в группе тоже совершаются, но также наблюдается на территории города Самара снижение групповых преступлений. Плюс еще несовершеннолетние могут совершать преступления не только в группе среди несовершеннолетних, но еще и иногда попадаются несовершеннолетние, попадают под влияние взрослых. И, соответственно, взрослый, давя на то, что ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет, тебя не поймают, соответственно, взрослые иногда вовлекают в совершение преступлений несовершеннолетних. несовершеннолетних. Но при установлении такого факта взрослые подвергаются тоже, как и уголовной ответственности по статье совершенного преступления, и также еще по статье 150 Уголовного кодекса Российской Федерации этого вовлечения в совершение преступной деятельности несовершеннолетних. Это очень важный момент, на который вы обратили внимание. Об этом необходимо помнить. Да, и статья 150 Уголовного кодекса, она является тяжкой статьей, то есть за нее соответствующее и наказание. Достаточно суровое. Достаточно суровое. Вот говоря об основных причинах, по которым подростки совершают те или иные нарушения закона, вы отчасти ответили, что из-за жажды легких денег, по незнанию законов, меры ответственности, которая им грозит. Что заставляет подростков взбиваться в стаи? Ну, в основном это в компании, в группе, это же веселее, удобнее, более можно избежать ответственности, свалив на другого вину. Поэтому дети... Ну и, наверное, вот кивая друг на друга и как бы делая вид, что я такой значимый и важный, да, хочется произвести впечатление на свою компанию. Вот это становится причиной какого-то преступного деяния? Конечно, потому что всегда в группе же есть лидер и есть ведомые. Соответственно, лидер, зная, что он лидер, потому что, видимо, уже не первый год в этой группе лидерствует. Соответственно, дети, которые ведомые, они хотят доказать, что я такой же, как вы, и мне не слабо. То есть тот принцип слабого, он все равно присутствует. Что не можешь, тебе что не разрешают. Разрешают, соответственно, подростки хотят казаться более взрослыми, иметь то, чего у них нет. А вот как раз-то не слабо отказаться и проявить волю вот в этой ситуации. Да, в этой ситуации дети... Ну, опять же, что в этой ситуации, как может ребенок ответить нет? Это если у него есть поддержка в виде семьи, то есть если у него есть надежный тыл, если родители его научили говорить, это нет. То есть если эти родители заинтересованы в ребенке. Вот, кстати, о семье заговорили, неблагополучие в доме может стать причиной? Конечно, потому что ребенок, если это малообеспеченная семья, соответственно, ребенок видит более обеспеченных детей, ему хочется иметь те же предметы, что и у других сверстников. А если это семья, где родители самоустранились от своих родительских обязанностей, то есть не интересуются ребенком, не организовывают его досуг, потому что это очень важно. Ребенку с начальной школы, даже, может быть, с дошкольного возраста, привить какие-то увлечения, хобби, чтобы ребенок знал, что он может не только пойти на улицу и бесцельно слоняться по улицам, прибиваясь к неблагополучным детям, но и может себя увлечь искусством, спортом, музыкой, рисованием, всем что угодно. Нет таких детей, которые бы ничем не увлекались и ничем бы не интересовались. Не получилось в спорте, можно попробовать в другом, можно в искусстве попробовать, музыка, рисование, опять же, повторюсь. Причем что в школе, что существует в каждом районе центра дополнительного образования, существуют подростковые клубы, и это все абсолютно бесплатно, когда родители говорят, что мой ребенок не хочет или это дорого, это неправда, это просто родители не заинтересованы в том, чтобы у их ребенка был организован досуг. То есть правильный родитель должен, прежде всего, захотеть. Совершенно верно. Все беды и все несчастья детей, они не такими родились, это их создали такими родители. Не улица, не школа, только семья. Все из дома идет. Все из дома совершенно верно. Вот то, что подросток может быть убежден в своей безнаказанности, как на него влияет, как его подталкивает к каким-то противоправным действиям. Ну, у ребенка может быть убежден в своей безнаказанности, потому что он не знает законодательства, не знает правил поведения в обществе. Опять же, это все из семьи. А потом у нас даже те дети, которые совершили преступление, например, легкой степени, легкой степени тяжести, там, например, кражи из магазина, то их вина установлена и дело направлено в суд, то, к сожалению, у нас судьи принимают такую позицию, что это ребенок, нужно дать ему второй шанс. И, соответственно, назначают более легкое наказание в виде штрафа. А штраф у нас опять кто оплачивает? Родители. И, соответственно, ребенок чувствует свою безнаказанность, что вот он совершил преступление, а для него это, он отделался, так сказать, легким испугом, соответственно, это может привести к тому, что он повторно совершит преступление. Хотя судей-то тоже можно понять. Действительно, речь идет о детской судьбе, и не хочется оставлять пятно на этой судьбе. Да? Можно понять, да. Но дети, они... Палка о двух концах, как говорится. Дети, они же гибкие, они же как губки, они же варьируют, они же испытывают, точно так же, как и в семье, в любой ребенок испытывает на прочность. И родители, и, соответственно... И все дальше и дальше заходят. А вот если я сюда зайду, нарушу немного вот эту зону... Совершенно верно. Совершенно верно. Дозволенности. Вы начали говорить об ответственности. Давайте продолжим эту тему. Важная очень тема. Законом действительно предусмотрена ответственность несовершеннолетних за разные виды противоправных действий. Расскажите, какая ответственность может быть? Ответственность у несовершеннолетних за совершение преступлений тяжких и особо тяжких начинается с 14 лет. То есть получил ребенок паспорт, все, за преступление, за убийство, по линии наркотиков, кража денежных средств с карты. Сейчас это очень распространено. Но у несовершеннолетних находят карты, идут, тратят. И это преступление тяжкое. Соответственно, ответственность будет... То есть уже по уголовной статье отвечает несовершеннолетний. С 14-летнего возраста. Внимание, слушайте нас внимательно и запоминайте. А с 16 лет уже наступает уголовная ответственность по всему уголовному кодексу, по всем абсолютно статьям. Ну вот сегодня, наверное, не обойдем вниманием эту трагедию, случившуюся в Тольятти, когда 13-летняя девочка путем нанесения ножевых ранений лишила жизни своих младших сестер. В этом она сама созналась. Как бы следствием пока это не доказано. Рано говорить об этом. Да и честно сказать, особо не хочется. Тем не менее, что вы можете сказать вот по этой трагедии, по этой ситуации, если действительно вина этого подростка будет доказана, какая судьба ждет ребенка, подростка? Про ход следствия я, конечно же, вам не могу рассказать. Этим занимает Следственный комитет. Я могу ответить на вопросы и комментарии, которые вот под пабликами, в пабликах в интернете под этой статьей возникает, о том, будет ли привлечена девочка к ответственности. Непосредственно. Если подросток считает, что он не достиг возраста 14 лет, и он совершит преступление, и ему за это ничего не будет, то подросток очень и очень сильно ошибается. Во-первых, при совершении преступления до достижения уголовного возраста это считается общественно опасным деянием. Соответственно, за совершение общественно опасного деяния первое, что несовершеннолетний ставится на профилактический учет вот дел по делам несовершеннолетних. Второе, данный материал рассматривается на комиссиях по делам несовершеннолетних по месту проживания ребенок. В-третьих, за совершение особо тяжкого преступления, убийство двух несовершеннолетних, это особо тяжкое преступление, будет собран характеризующий материал, направлен в суд с ходатайством о помещении несовершеннолетней в специальное учебное воспитательное учреждение. Соответственно, в специальное учебное воспитательное учреждение несовершеннолетний может быть помещен сроком до трех лет. Соответственно, ребенок в этом учреждении учится, получает психологическую, педагогическую коррекцию. Таким образом, он тоже отбывает свое наказание. Это совершенно верно. О прочих последствиях в данном конкретном случае говорить не будем. Вы затронули тему постановки подростка на учет. Подробнее расскажите, когда, в связи с чем? За совершение противоправных деяний, то есть за совершение административного правонарушения может быть поставлен несовершеннолетний на профилактический учет, условно-досрочно освободившийся из мест лишения свободы для несовершеннолетних, за совершение преступлений, как я говорила, за совершение общественно опасного деяния, то есть за совершение преступлений до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, за употребление алкогольной продукции, за употребление наркотических веществ. То есть по всем этим основаниям несовершеннолетние ставятся на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних по месту жительства. Ну, мы привыкли называть таких подростков трудными, да? Вот сколько таких трудных подростков у нас в Самаре на сегодняшний день? Ну, это цифра такая, она варьирующая и плавающая, потому что кого-то мы ставим на учет, кого-то снимаем по характеризующим положительным материалам, да, соответственно, такая у нас тоже присутствует. Это хорошо. Да, могу вам озвучить цифру, что по итогам 9 месяцев текущего года на профилактический учет в городе Самаре было поставлено 409 несовершеннолетних, совершивших какое-то противоправное деяние. А сколько сняты с учета? Нет такой цифры? К сожалению, нет такой цифры, но я вам могу сказать, что примерно она такая же. Да? Да. Ну, это вот хорошо, то есть исправляются. Да, после проведения профилактической работы с несовершеннолетними со стороны инспектора, инспекторов по делам несовершеннолетних, участков, полномоченных полиции, оперативно-оперуполномоченных, соответственно, несовершеннолетние, которые, так сказать, еще не очень втянулись в криминальный мир, они и исправляются. Ну, вы назвали вот эти службы, которые занимаются исправлением трудных подростков. А расскажите, если можно, как это взаимодействие осуществляется? Ну, с несовершеннолетними, вот, ранее озвученные мною службы, да, проводят профилактические беседы с несовершеннолетним, как и в отделе полиции, вызывая его с родителями, так и по месту жительства. Также инспектор по делам несовершеннолетних и участковый собирает характеризующий материал по месту жительства, как несовершеннолетние характеризуют соседи, по месту обучения, как он характеризуется. В процессе своей работы инспектора выдают направление для трудоустройства несовершеннолетних, либо для получения им путевки в детский оздоровительный лагерь в летний период. Соответственно, еще несовершеннолетних также рассматривают на комиссии по делам несовершеннолетних, а если вдруг несовершеннолетний не понимает проведенные с ним профилактические работы, то, соответственно, мы можем применить такой профилактический, у нас есть рычаг, как помещение несовершеннолетнего в ЦВСМП, центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей. И долго может подросток в этом центре? На срок до 30 суток. То есть так же собирается материал, да, направляется на рассмотрение в СУ, в районный, соответственно, судья тоже дает. Как влияет помещение подростков в такой центр на его дальнейшее поведение? Помещение подростков в ЦВСМП очень сильно влияет. То есть они оттуда возвращаются. Ну, во-первых, это изоляция от привычного круга общения на целых 30 суток. А за 30 суток в подростковой среде могут уже и отказаться от подобных дружеских связей. Соответственно, несовершеннолетний возвращается. Да, с ним там проводится психологическая, также педагогическая воспитательная работа. Дети там также получают образование, медицинское обеспечение, если необходимо. То есть он не брошен, он не сидит в четырех стенах, изолированных 30 дней. То есть люди продолжают, специалисты, работать с ним. Конечно, воспитатели. Также там существуют инспектора. Вот интересная информация. По некоторым сведениям, 70% несовершеннолетних нарушителей закона, это по России сведения, те, кому 16-17 лет. Причем в основном это мальчики в 91% всех случаев преступлений, совершенных несовершеннолетними. Есть вообще такой стереотип, что среди подростков совершают преступления в основном дети или бездомные, или малообразованные, ну вот такого уровня. Но по данным статистики, что интересно, это не так. И 64% преступников где-либо учатся, еще и 5% даже и работают уже. И большинство несовершеннолетних нарушителей закона вообще не сироты. Они имеют семьи, мамы, папы. Иногда это не полная семья, но она есть и вполне благополучная. Только 8% нарушителей закона до 18 лет – это те дети, которые росли в детском доме. Вот такая картина нарисовывается. А вы, Марина Михайловна, можете составить такой вот портрет средний, конечно же, усредненный портрет современного несовершеннолетнего нарушителя закона именно Самары? Ну да, это в принципе также 15-17-летние подростки, в основном мальчики. Не скажу, что это дети государственных учреждений, нет. Это вполне семейные, причем даже некоторые в благополучных семьях воспитываются. Но это дети, обычно окончившие 9 классов, у которых не организован досуг и не продолжено обучение. Это вот то, собственно, с чего вы начинали. Да, совершенно верно. Обратили сразу на это внимание, что родители, внимание, займитесь досугом ребенка. Да, да. Ребенок должен понимать, что у него есть выбор, что он может пойти или сюда выступить, или вступить в какую-то общественную организацию, которых, кстати, очень много в школах, и волонтеры, и движения первых, и юнормейцы, и экологи. То есть очень много движений. В каждой школе это есть. То есть тут нужно просто проявить интерес родителям. Не в 13-14 лет, когда уже начались проблемы с ребенком. Это может быть уже поздно. Да, 13-летнего ребенка не заставишь пойти играть в футбол, если он привык все время просто гулять на улице или дома сидеть в телефоне. Соответственно, досуг должен быть организован у ребенка с первого класса. Вот дети чаще всего сбегают из дома именно в подростковом возрасте. По вашему мнению, почему это происходит? Ну, потому что они хотят почувствовать себя такими же взрослыми, как их родители. Хотят проявить свою самостоятельность, доказать, что они могут все сами. Ну, иногда, конечно, присутствует эта ссора с родителями. Любовь первая, опять же. Какое-то давление, может быть, слишком жесткое со стороны родителей, может вот так вот повлиять на ребенка, что вспылит, убежал, а потом и неудобно возвращаться, как бы, да, что я слабину покажу. И вот так вот оказывается на улице. Вот в ситуации, когда ребенок вовремя не вернулся домой, в какое время родители должны забить тревогу? И как они вообще должны, ну, не пришел ребенок ночевать, допустим, да, а никогда раньше такого не происходило? Возможно, был конфликт до этого. Какие действия необходимо предпринять родителю? Куда-то обращаться нужно, возможно? Ну, во-первых, у нас в городе Самаре и Самарской области существует ограничение нахождения детей в ночное время. То есть это в летний период до 23 часов, а в зимний период с 1 октября до 22 часов. То есть, соответственно, если ваш ребенок не пришел в 22.00, то уже незамедлительно нужно организовывать его поиски. Первым, что это нужно делать, это обращаться, конечно, в отдел полиции по месту жительства ребенка или по месту его пропажи. То есть там не скажут в отделе полиции, что вы рано пришли и сами поищите? Нет, нет, нет. Дети – это особая категория, это особый контроль. Потому что ребенок, помимо того, что он сам может что-то совершить, находясь на улице, так он может еще и стать жертвой преступных посягательств со стороны взрослых преступников. Поэтому нахождение детей в ночное время и ограничено без сопровождения взрослых. – Да. Кстати, много бывает обращений родителей по поводу неявки ребенка домой уже в такое позднее время? Часто обращаются? – Да, часто обращаются. И, к сожалению, имеют такие факты, что родители обращаются спустя день или на следующее утро, аргументируя тем, что ребенок был со мной на связи, он мне писал СМС. Ну, родители же не знают, кто на другом конце телефона пишет эту СМС. А за несвоевременное обращение в отдел полиции по розыску своего ребенка, то есть, соответственно, родитель подвергает жизни, здоровью своего ребенка опасности, он может быть привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей. – Даже так? – Да, потому что даже бывали такие случаи, когда родитель не своевременно обратился, а ребенок стал жертвой преступного посягательства. – Вот о том, чтобы не стать жертвой преступного посягательства, дайте советы сегодня родителям и самим детям, как, собственно, себя обезопасить вот от этого. – Ну, во-первых, это не нужно находиться в темное время суток на улице, потому что не видно, кто идет рядом с тобой и с какими намерениями. Второе, это нужно ходить только по людным местам, то есть не нужно обходить, сокращать дорогу где-то гаражами, проулками, лесопосадками. Вот, соответственно, потом обращение у меня такое будет к ученикам младшего школьного возраста. Вышли из школы, уткнулись в телефон и идут, не видя ничего. Любой взрослый преступник, у которого уже неоднократно был судим, допустим, за преступление имущественного характера, подойдет к ребенку и спокойнейшим образом отнимет этот телефон. – Да, и пикнуть не успеешь, как говорится. – Совершенно верно. И хорошо, если просто заберет телефон, а еще может… – Да, не обидел бы. – Да, совершенно верно. – Но на самом деле, если не хочешь лишиться гаджета, ну не нужно вообще. – Для сохранности своего имущества нужно максимум принимать мер для его сохранности. – Все правильно. – Если человек неоднократно становится свидетелем жестокого обращения с ребенком, ну скажем, вот в соседской квартире такое происходит, как на это следует реагировать? – Ну об этом нужно проинформировать своего участкового по месту жительства или инспектора по делам несовершеннолетних. Обращение соседей по факту шума своих соседей, там, криков ребенка, не говорит о том, что приедет отряд ОМОНа и заберет ребенка. Нет. Инспектор участковый проведет проверку, при основании их составит административный протокол, направит ребенка и родителей в КЦСОН для психологической реабилитации. А если факт не подтвердится, то, ну, соседи никто же не поругает, что они обратились. Они проявили бдительность, совершенно верно. – То есть за бдительность у нас не наказывали? – Нет. – Ну вот это тоже важно услышать. Какая ответственность грозит родителям за жестокое обращение с ребенком, вот если подтвердился этот факт, скажем? – Если подтвердился факт и имеется именно факт жестокого обращения с ребенком, то есть ребенка не кормили, избивали, не давали ему обучаться, то это, конечно, будет возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса. А если оснований для возбуждения уголовного дела нет, то родители могут быть перевлечены к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. – Ну, это вот, наверное, как раз за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, да? Если ребенок там после 22 часов спокойно гуляет по улице, а родители… – То есть родители злоупотребляют алкогольные продукции, да. Не обеспечивают ребенка медицинской, медициной или образованием не дают ребенку. Все это составляет. – И тогда могут здесь включиться и органы опеки. – Конечно, тогда подключаются все органы системы профилактики. – Существует запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Вот в связи с этим запретом как-то меняется количество случаев выявления употребления спиртных напитков подростками? – У нас существует административная ответственность на продавцов за продажу алкоголя несовершеннолетним. Соответственно, данные факты выявляются, как они выявляются. То есть если несовершеннолетнего задержали в состоянии алкогольного опьянения или, не дай бог, несовершеннолетний попал в отделение токсикологии с отравлением алкоголем, соответственно, по каждому из этих фактов проводится тщательная проверка по факту того, где ребенок взял этот алкоголь. Соответственно, за истекший период 9 месяцев по городу Самаре было выявлено 209 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. Соответственно, при проведении проверки, где они приобрели алкоголь, было составлено 31 протокол по статье 6.10, то есть Административного кодекса Российской Федерации, то есть за вовлечение в употребление алкогольной продукции уже совершеннолетним лицом несовершеннолетнего. Также был составлен 121 протокол на продавцов и выявлено 13 фактов повторной реализации алкогольной продукции, То есть это уже накладывается уголовная ответственность на продавцов. То есть работа проводится в этом направлении. Проводится и профилактическая работа. Расскажите, какие меры профилактики наиболее эффективны для предотвращения совершения несовершеннолетними преступлений? Ну, во-первых, это также, как я уже ранее озвучила, профилактические беседы. Беседы не только индивидуальные с несовершеннолетними, которые уже состоят на учете, но и также беседы в школах, на родительских собраниях с родителями, потому что родители тоже должны знать об этой ответственности и предпринимать максимум меры и усилий к тому, чтобы их ребенок не попал в алкогольную яму, так сказать. Также вот для, как я уже озвучила, помещаем несовершеннолетних в ЦВСНП, рассматриваем на комиссиях, организовываем досуг несовершеннолетних, если родители не могут его организовать. Вот я думаю, что не только важно знать родителю ответственность за какие-то свои действия или бездействия по отношению к собственному ребенку, да? А последствия того, к чему это приводит. Родительское равнодушие, бездействие, возможно, да? Вот в этом смысле, наверное, очень эффективны беседы в том числе и с родителями. Конечно. Родителям тоже разъясняется их административная, уголовная ответственность. Разъясняется то, что если, допустим, родители не могут создать ребенку безопасные условия проживания, необходимые и соответствующие их возрасту и потребности, то ребенок может быть помещен в государственное учреждение. Да. И нормального родителя, конечно, это должно как-то убедить, по крайней мере. Да. Ну и, конечно, просто любовь, наверное, необходима по отношению к детям со стороны родителей. Любовь и заинтересованность в своем ребенке. Любовь и ответственность. Время нашей программы подошло к концу. Марина Михайловна, я благодарю вас за полезную информацию, за подробные разъяснения. Напомню, сегодня нашим экспертам была начальник отделения по делам несовершеннолетних, отдела полиции по промышленному району городского управления МВД России, Марина Уланова. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова